Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной очень серьезной проблеме, с которой могут сталкиваться многие садоводы и огородники, которые ведут природное земледелие. Есть такая проблема, которая называется фузариоз. Фузариоз является грибом, который обитает чаще всего в почве. Существует много разных видов грибов рода фузариум и многие из них способны вызывать заболевания у растений. Практически все культурные растения, которые мы выращиваем и в умеренной зоне, и в теплой, и в тропиках, везде и повсеместно, они все подвержены этому заболеванию. Особенно чувствительны к фузариуму высокотехнологичные, современные, высокопродуктивные сорта, ну и гибриды, хотя это одно и то же. Почему? Потому что селекционеры в процессе создания высокопродуктивных сортов, ориентируясь на интенсивные технологии возделывания растений, выключают гены устойчивости зачастую, и эти культурные сорта, высокотехнологичные, становятся очень сильно подвержены фузариозным болезням. Фузариоз обитает повсеместно. Везде в почве он может быть обнаружен. Вот мы, например, у себя в лаборатории тестируем почву и буквально в каждом образце почвы находим вырастающий фузариоз. Грибы рода фузариум многие выделяют особые красные пигменты, по которым их зачастую можно обнаружить на растениях. Фузариоз вызывает корневые гнили, фузариоз вызывает прикорневые гнили, фузариоз вызывает всевозможные увядания. Это заболевание очень характерно и для огурца, и для томата, для перцев, для баклажан, для капусты, для буквально всех огородных растений. В меньшей степени от фузариоза страдают плодовые растения, однако и для земляники, для таких более травянистых растений фузариоз очень характерен. Буквально все декоративные растения травянистого плана такого страдают от фузариоза, особенно подвержены фузариозу лилии, тюльпаны и многие луковичные и клубнелуковичные растения. В чем же опасность фузариоза, кроме того, что он вызывает болезни у растений? Среди множества болезней у растений фузариоз – это, пожалуй, одно из немногих, которое также может вызывать болезни, проблемы и у человека. Я не стану ретранслировать какие-то байки, которыми рекламируют иногда препараты какие-то, когда говорят, что фузариоз чуть ли не из крови высевается человека, или растет в ушах, на глазах, в носу и так далее. Понятно, что когда вы проходитесь по теплице, споры попадают к вам и в уши, и в глаза, и в нос, и в рот, и при желании можно взять и оттуда их высеять. Но высевается – это не значит, что они там живут и питаются вашим телом. Не стоит попадаться на подобного рода байки. Но опасен фузариоз тем, что он вызывает накопление микотоксинов. Микотоксины – такие отравляющие вещества, которые гриб выделяет в процессе своей жизнедеятельности. Очень опасны микотоксины, эти фузариозы, у зерновых. Из-за того, что там накапливаются микотоксины, и комбикорма, и фуражное зерно, и продовольственное зерно делаются непригодными для употребления в пищу или на корм животным. Если в большом промышленном производстве происходит тестирование на наличие микотоксинов различной продукции, есть соответствующие нормативные требования, нельзя продать продукцию без проведения соответствующего тестирования, то продукция, выращиваемая на наших собственных участках, такие тесты не проходят. Иногда мы очень так просто относимся к фузариозным болезням. Ну, увяло помидорики собрали с этого увядшего растения или с огурчика, и что успели, дозарили и съели. Однако, стоит помнить, что такая продукция может быть опасна для здоровья. Фитопатолог, человек, который находится внутри этой деятельности, профессии, достаточно легко может определить наличие фузариоза на растениях по типичным симптомам. Прежде всего, это вот такой же белый пушок, может быть, у основания корня, или еще там где-то на черешках, на стеблях. Если он окрашивается в розоватый цвет, то это с вероятностью почти 100% и будет всегда фузариоз. На срезах также видно, если растение увяло, видно, что там имеется сосудистая такая патология, там забиты сосуды, и тоже может быть розовая краска, розовый оттенок. Ну, и множество других симптомов, по которым можно узнать фузариоз. Очень хорошо фузариоз всегда выявляется под микроскопом, благодаря образованию вот таких вот специфических структур макроконидий. Но даже фитопатолог не всегда может определить наличие фузариоза теперь. Дело в том, что фузариоз, он может существовать как в патологической фазе, так и в такой свободно живущей, которая питается на растительных остатках. Именно поэтому он легко поддерживается в почве, и мы его там легко обнаруживаем. Если вы являетесь приверженцем природного органического земледелия, то, конечно, вы, безусловно, используете такие приемы, как мульчирование и как внесение компостов в почву. А это не что иное, как большое количество растительных остатков, которые и сами могли на себе содержать фузариоз. И он в компосте прекрасно на мульче сохраняется, на соломе зерновой и так далее. И, с другой стороны, тот фузариоз, который уже содержался в почве, он будет прекрасно подъедать эту органику и замечательно будет там сохраняться. И вот в этих условиях большого количества растительных остатков в почве фузариоз вступает с культурными растениями, и не только культурными, дикорастущими и сорными, в своеобразные отношения. Когда он немножечко вредит, микотоксины выделяет, они в растения попадают, но не в такой степени, чтобы вы увидели или даже специалист увидел явные, очевидные признаки этого фузариоза. Ну, можно сказать, что фузариоз проходит в скрытой форме. Да, растение немножко не такое, что-то оно в этом году не так хорошо плоды дает, что-то там не так оно хорошо растет, вот сидит, кормим, что-то делает, но как-то растет. Ни увяданий, ни гнилей таких очевидных ничего нет. И это тоже может быть фузариоз. При этом продукция при всем том может накапливать значительное количество микотоксинов. Конечно, микотоксины это не что-то, что убьет вас на завтра после того, как вы это съедите, эту продукцию. Это не бледная поганка. Но они хорошо известны своим токсическим хроническим действием, когда они постепенно, постепенно, постепенно разрушают ваш организм. И опасность собственной продукции, выращенной в собственном огороде. Вот в таких условиях, когда фузариоз неявно обнаруживается, либо растения поражаются, а вы потребляете с них продукцию, опасность очень высока. Что же делать с этим фузариозом? Как быть? Ну, конечно, существует огромный арсенал средств, химически синтезированных, синтезированных фунгицидов, с помощью которых идет обработка растений от семян и до самого окончания вегетации, ну, в соответствии с регламентами, для того, чтобы не допустить этих фузариозных болезней. Зерно обязательно протравливается перед посадкой, семена протравливаются, чтобы атаки фузариоза были как можно менее вероятны. Потому что это потеря урожая очень большая, выявление этого фузариоза в продукции для крупнотоварных хозяйств и для фермеров. Применять ли химически синтезированные средства – это вещи неприемлемые, скажем, для природного земледелия. Поэтому существует целый арсенал биологических средств защиты растений, которые создавались в том числе специально для подавления фузариоза. К таким относятся препараты Бактоген, это и Максимун, который хоть и не содержит живого начала, но очень-очень эффективен в отношении возбудителя фузариума, и, конечно же, стимул на основе псевдомонат. Вот эта линейка препаратов в полной мере способна защитить вас от фузариоза. Но надо помнить, что вне зависимости от того, наблюдаете вы уже фузариоз у себя на участке или нет, ну, вы можете и не наблюдать, не будучи достаточно квалифицированным специалистом. А вот такой вот анализ вашей почвы и растительных остатков, ну, доступен, можно сказать, единичным людям. Поэтому, если вы используете мульчу, если вы используете компосты, если вы заделываете растительные остатки в почву и так далее, вам обязательно надо применять средства защиты. Кроме сенной палочки и псевдомонат, еще хорошо работает триходерма. Мы об этом говорим, говорим и не устанем говорить, потому что это очень важно. Поэтому схема, когда триходерма в почву, а сенная палочка по листу, в течение сезона, всего сезона выращивания растений, является, пожалуй, наиболее эффективным способом предотвращения, распространения и атак на растения грибов рода фузариум. Конечно, не все грибы рода фузариум абсолютно являются патогенными и выделяют эти самые микотоксины. Есть, например, фузариум самбуцинум, который может вступать даже в микоризные отношения с зерновыми растениями, и он выделяет значительное количество и полезных биологически активных веществ. Но все-таки патогенных видов, фузариум оксиспорум, который может даже не образовывать розового пигмента, и вы по пигментации розовой не увидите, что это именно тот самый фузариоз, они очень опасны. Очень опасны, и бороться с ними обязательно нужно. Сейчас такое межсезонье, когда вы можете и обратить внимание на препараты, поискать среди препаратов, доступные вам, которые содержат триходерму, которые содержат сенную палочку. Ну, а на канале Процветок имеется значительное количество информации, которая поможет вам воспроизвести эти препараты у себя дома, для того, чтобы в дальнейшем использовать для защиты, в том числе от такого опасного заболевания, как фузариоз. Поэтому потратьте сейчас время, может быть немного денег, на то, чтобы приобрести эти препараты, и для того, чтобы использовать их широко, широкой рукой, не экономя, потому что как раз экономия может сыграть здесь очень-очень злую роль. Сохраняйте ваше здоровье, сохраняйте здоровье ваших растений, и вы обязательно будете рады тем результатам, которые получите вместе с каналом Процветок. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!